Всем привет! Сегодня записываю такой короткий ролик у меня будет. И хочу в первую очередь ответить на комментарии своих подписчиков. Как-то в одном из роликов мой подписчик, он давно смотрит, зритель смотрит меня, знает, что я живу на две страны. И сегодня утром, кстати, тоже заглянула в комментарии, тоже второй, его зовут Александр, практически то же самое спрашивают у меня. И поэтому я не стала писать, отвечать в комментариях. Думаю, запишу ролик, отвечу. Они спрашивают, почему я не рассказываю, не освещаю то, что в Украине идёт война, как бы, ну, вот эти вот события. Ну, дело в том, что я нахожусь в 500 километрах от границы России с Украиной, и у меня не политический канал. Я не политик, не политолог. И как я могу освещать, если я нахожусь не там, где идёт война? Как? Я ничего не вижу. Я знаю, да, я смотрю новости там, читаю в интернете смотрю. Вот. Но то, что я не вижу глазами, я не буду показывать, что-то рассказывать. Если бы я там находилась, я бы что-то снимала, ну, какую-то информацию говорила. То, что происходит в том городе, ну, в котором бы я находилась. Вот. А поскольку я нахожусь далеко, то этого делать я не буду. И какую-то информацию тоже говорить не буду. Все смотрят тоже новости и владеют всей интернетом. Вот. Все знают, что происходит в городах, да. Поэтому я ничего освещать не буду. Ну, надеюсь, что я ответила на эти вопросы, почему я этого делать не собираюсь. А вот. И теперь хочу поделиться такой хорошей новостью. У меня, так, немножко вкратце скажу, у меня живут родственники в Киеве. И в Мариуполе ещё есть родственники. А вот. Из Киева ещё немного раньше, когда началась война, выехали у меня в безопасное место ещё раньше. Но некоторые остались. Там, когда воздушная тревога, да, в убежищах находятся, вот, там, конечно, ужасно под Киевом. Там все видят, кто смотрит новости. Там тоже кошмар, что творится. А вот. Переживаю за них, естественно. Самое главное в такой ситуации, чтобы были все, ну, живы-здоровы более-менее, да. И хочется, чтобы сохранилось жильё, и чтобы было куда вернуться, если кто-то уехал. Вот. В Мариуполе у меня двоюродная сестра, племянница. Но они живут в разных районах, и как-то у них так получилось, они разъединились. То есть племянница находилась в убежище у себя там, видимо, в районе, а сестра у себя. И у них прервалась связь, мы не знали вообще, что с ней. Жива она, не жива, потому что там просто, ну, месиво в этом Мариуполе. Они сидели в убежищах, у них уже там не было ни питания, ни воды. Снег выпал, они там этот снег вместо воды использовали. Ну, в общем, подробности не буду рассказывать, потому что все знают, многие смотрят, видят. Вот. И в итоге, наконец-то, дали зеленые коридоры, они выехали. Вот. Позавчера я им написала, спросила, где они сейчас находятся. Вот. И они выехали, сейчас находятся в безопасном месте в другой стране. Ну, наверное, там устраиваются. Не знаю, вот напишу сегодня или же завтра, спрошу. А, наконец-то, узнали через несколько лиц, что с двоюродной сестрой, которая там осталась в Мариуполе, она не выехала. И не знаю, выйдет она, не выйдет. Но, слава богу, жива. Потому что у нее нет интернета, по интернету связи никакой. А такая вот, ну, позвоните, связь тоже обрывается. Ну, как-то вот ей удалось выяснить, это ее мама, племянница, ну, что она жива. Это уже радует. У меня как-то настроение даже поднялось. Вот. Слава богу, что выехали. И все будет, думаю, нормально. Не знаю, конечно, что там с квартирами. У них дом цел или нет. А вот. И не знаю вообще, знают они это. Ну, самое главное, что удалось им выехать. Вот такой вот радостной новостью я с вами поделилась. Вот такая вот у меня приятная новость. И хочется, конечно, чтобы все это быстрее закончилось. Вот. На этом буду заканчивать свой ролик. Всем мира и добра. Мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok